Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя, Перри Стоуна. Итак, здесь и сейчас меня окружают 250 человек. Они хотят арестовать меня. Помогите мне! Это группа нашего тура. Сейчас мы стоим в Кедронской долине под Оливковой горой. В конце долини есть Силамский пруд, где Христос исцелил с лица. Мы пойдем по долине и перейдем к пруду, где произошло то библейское чудо. Я стою у сооружения, которое носит название гробницы Аввисолома. Мы не будем заходить в нее, но у нас будет учение об этом. Этот выпуск называется «Что я узнал о молитве за 44 года». Прежде всего, я процитирую отрывок из Библии. В первой главе Евангелия от Луки Гавриил приходит к двум людям. Он приходит в храм к мужчине, который был священником. Потом он приходит в Назарет к девушке Марии, которой было 15 лет. Они получили похожие вести. В храме священник получил весть о том, что у него родится сын. В Вифлееме Мария узнала о своем сыне. Священник Захария, у которого жену звали Елизаветой, назовет сына Иоанном. Мария назовет сына Иешуа. Из греческого мы заимствовали имя Иисус. Они оба приняли поручение Господа. Иисус стал спасителем мира. Второй пришел в духе Ильи и стал притечей двоюродного брата. То есть Иисус. Реакция этих людей меня поражает. Захария пребывает в храме, и он стоит у золотого алтаря. Только священник мог стоять там. Ангел встал справа от алтаря, где, как правило, стоял Бог. Таким образом, архангел Гавриил велел ему назвать сына Иоанном, а Захария попросил у него знака. Ангел появился перед ним из ниоткуда. Это был сам архангел Гавриил, а Захария просит у него знака. Он ответил, вот тебе знак. Ты будешь молчать девять месяцев. Он молчал весь этот срок, а проповеднику сложно молчать девять месяцев. Итак, мы вернемся к Марии. Она дева, и ангел возвещает ей о сыне. Она спросила, как это будет, ведь я не была с мужчиной. Ангел сказал ей о силе духа, и что ребенок назовется Божьим сыном. Она не просила знака, но сказала, да будет мне по слову твоему. Я покажу вам различия между этими двумя людьми. Захария знал пророчество Малахии, но он не обратил на него никакого внимания. Мария знала пророчество Исаии. Девственница примет в очрево и родит сына. И нарекут имя ему Эммануил. Она была из рода Давида. Она знала Библию и воспитывалась в синагоге. Она удивилась. Об этом есть пророчество, и мне нужно исполнить его. Священник Захария должен был знать Божье Слово. Он не обратил внимания на книгу Малахии. В Малахии написано так. Вот, я пошлю к вам Илью пророка. Господь внезапно придет в храм свой. Глаз, вопиющего в пустыне. Приготовьте путь. На сцене появляется Иоанн и рассказывает о себе. Он цитирует Писание. Его отец Захария не обратил внимания на Библию, и тут возникает вопрос. Как мы реагируем на услышанные нами проповеди и учения Слова? Верим ли мы в Слово Господа, когда приближаемся к Богу? Как часто вы приходите к Богу в течение дня? Сегодня наша тема — это молитва. В храме были часы, отделенные для молитвы. Апостолы Петр и Иоанн зашли в храм в час молитвы. Они исцелили храмового мужчину перед воротами. Они помнили о часе молитвы и отделили его для общения с Богом. Израиль — это чудесное место. Обычно это происходит здесь. Вы слышите молитву из мечети. Итак, имам стоит в мечети и объявляет молитву. Служитель из другой мечети повторяет эту молитву. Поэтому вы можете слышать эхо молитв в Иерусалиме, и происходит это постоянно. Это целое эхо молитв. Мусульмане молятся пять раз на дню. Иудеи молятся три раза в день. Утром, после полудня и вечером. А вот христиане молятся редко. Обычно христиане молятся во время еды, и они молятся перед сном. Приверженцы других религий молятся чаще. Я проповедую это, и услышал лишь три одобрительных отзыва. Так вот, мы поговорим об этом сегодня, потому что это крайне важный вопрос. Апостолы просили Христа научить их молиться. Некоторые из них покаялись недавно и не знали, как молиться. А мы знаем... Кстати, послушайте, как молятся здесь. Часть из них воспитывалась в синагогах. В синагоге молитву совершали по ритуалу. Они молились по молитвеннику. Часть молитв совершали по субботам. Я имею в виду все субботы. Когда приходили правители, молитвы совершались строго по правилам. Апостолы заметили, когда Христос молился, Отец отвечал ему. Однако, когда другие набожные евреи молились, это была формальность. Они просили его научить их молиться. Они видели, как он восходил на гору для молитвы и возвращался в силе Святого Духа. Порой Христос удалялся из толпы. Он хотел быть подальше от толпы и при этом брал учеников с собой. Иисус всегда молился ранним утром. Христос пошел по воде в четвертую стражу. Апостолы Господа и Иисуса Христа всегда рыбачили с заката до рассвета, потому что они ловили рыбу у поверхности воды по ночам. Христос молился ночами. Четвертая стража длится с трех часов ночи до шести утра. Иисус молился темной ночью. Я изучал вопрос о четвертой страже. Меня заинтересовали три часа ночи, потому что все, кого я знал, просыпались именно в три. Меня разбирало от любопытства. В Иерусалиме я познакомился с раввином Ягудой Гетцем. Я задавал вопросы этому каббалисту и мистику. Он знал то, чего не знал я. Я говорю о ночной и утренней молитвах. Иудейские мистики верили в божественное посещение, которое происходит за два часа до наступления утра и распространяется на молящихся в ту пору. Они верили, что Бог передает молящим сознание. Когда ты просыпаешься в три часа утра и молишься, то ты слышишь Бога гораздо лучше. Он верил, что люди, наполненные бесами, спят, поэтому в это время действует мало бесов. Ангел сказал Иакову, «Отпусти меня, скоро рассвет». Уход ангела — это особый момент. Когда начинает рассветать, ангел обязан вернуться в небеса. Иисус знал, когда надо молиться. Он молился утром. Ученики видели, как он молится в Гефсиманском саду. Они засыпали всякий раз, когда он молился. Мы будем рассуждать об этом, потому что это очень важно. Однажды один мой пожилой родственник умер. Это было в далеком 1967 году. В семье мы называли его дедушка Рекс Роуд. Рекс Роуд приходился мне прапрадедушкой. А его дедушку звали Джоном, который также был проповедником. Мой отец, Фред Стоун, был призван служить в возрасте 17 лет, а я — в 16. Мой отец был лучшим из молитвенников, которых я видел. Папа начинал общение с Господом с молитвой «Отче наш». И он всегда молился на коленях. Потом он молился своими словами. Он приближался к Богу. Мой папа говорил со Всевышним, как с послом или с президентом. Он использовал изысканные эпитеты. Обычно мой папа, Фред, молился не меньше одного часа. Итак, отец молился молитвой в Духе и моления в Духе. Я хочу поведать вам это. Это молитвенный язык Святого Духа, получаемый при крещении Духом Святым. Я редко учу об этом в рамках фестиваля Манны, так как моя стратегия — это учение, прежде всего, о пророчествах и практическое учение. Но хочу вам сказать, что то поколение, которое жило в 60-х и 70-х годах, было переполнено страхом Божиим. И эти люди всегда почтительно обращались к Богу и отзывались о Нем также почтительно. Сегодня мы многое утеряли, но нам нужно вернуться к основам. Мы также вернемся к вам через пару минут, а пока что небольшой перерыв. Кто-то не знает о моей семье. Мы продолжаем тему о молитве. Мы называли дядю дядя Руфус. У дяди Руфуса была опухоль мозга. Родня отвезла его в больницу в надежде на выздоровление. Во время операции он мог умереть или позднее превратиться в овощ или провести остаток жизни в коляске. Его отвезли в Вирджинию. Его жена только что обратилась к Богу. Она посещала Пятидесятническую церковь. И жена сказала ему, «Ты не веришь в Бога. Дай Богу возможность исцелить тебя, потому что наша церковь верит в это». Позднее Руфус рассказывал мне о страшных головных болях из-за рака мозга. Жена захотела приготовить ужин. Я не ел три дня. Мне было очень больно. Жена попросила меня сбегать за картофелем. Я протянул руку к картошке и ощутил порыв ветра. Хотя листья на деревьях не качались. Я увидел вихрь. Ветер уложил меня на землю. Я лежал ничком и молился Богу. Я говорил, «Господи, прости мне мои грехи. Обойди мое сердце». Все началось именно с этого. Словно электрический разряд прошел сквозь мое тело. Я начал молиться на языках. У него три класса образования. Когда мама увидела его лежащим у ног жены, она подумала о влиянии рака. Она помчалась к бабушке и спросила, «Мама, он что, уже умер?» Руфус говорил на языках. Он не умел читать, но он цитировал строки из Евангелия от Марка. Его жена знала, что он не читал. Он молился на языках и истолковывал их. «Господь Бог сказал Руфусу, «Я даю тебе этот дар». Он цитировал Евангелие. Итак, Руфус исцелился. Хирургам не пришлось делать ему операцию. Итак, что я усвоил о молитве за эти годы?» Папа говорил, что все дети Руфуса ходили по утрам в различные баптистские церкви штата Западная Вирджиния. Эти хорошие ребята вспоминали. Папа захаживал к итальянцам, к шахтерам и работникам ресторанов. Это происходило давно. Он говорил с ними по-итальянски. Руфус говорил по-гречески и на латыни. Он не учил эти языки. Его дети считали это странностью. Они думали, что он католический священник, потому что приезжие европейцы были, как правило, католиками или православными. Кто-то из них плохо говорил по-английски. Они называли его «отец Дамфорд». Руфус говорил даже на латыни. Мой папа общался с Руфусом, и он видел, как Руфус молился по-английски и молился на иных языках подолгу. Павел писал, «Спасибо Богу за то, что я говорю языками больше, чем вы. В церкви я буду проповедовать на понятном языке». Прихожанам нужно проповедовать на их родном языке. Павел молился так в личной молитве. Руфус молился. Много. Он молился за больных и видел чудеса. «У меня нет времени на рассказы чудес, которые видел папа». Люди молились за исцеление мальчика, но безуспешно. Руфус весь день провел в молитве, и вечером мальчика привели в церковь опять. Он ходил на лодыжки. Руфус молился за него, и лодыжка приняла правильное положение. Мальчик исцелился. Мальчик кричал и плакал от радости. Руфус научил моего отца молиться. Они ехали по Северной Вирджинии. Молитва делает дух восприимчивым к Богу. Молитва — это не только беседа, но и оттачивание навыка слышать с Бога. Духовный слух открывается для Бога. Руфус побывал в Вирджинии впервые. Руфус попросил моего отца остановить автомашину. Вот лавка сапожника. Господь сказал мне, что ему нужно свидетельство от Бога. Руфус сказал, «Я здесь впервые». «Ну а откуда ты знаешь тогда о сапожнике?» «Я долго молился, и поэтому я услышал Бога». Руфус был серьезным парнем. Так вот, тот сапожник из Северной Вирджинии был евреем, приехавшим из Германии. Руфус поздоровался с ним. Сапожник предложил ему услуги. Руфус заговорил с ним по-немецки. Они говорили «минуту». Отец услышал истолкование. Руфус рассказал еврею о рождении Христа и как он спас мир. Еврей посмотрел на Руфуса и переключился на английский. Он сказал, «Вы священник?» Тот ответил, «Нет, сэр». Сапожник спросил, «Вы что, раввин?» «Нет, сэр». Тот сапожник проклял Руфуса и назвал его трясуном. «Я знаю, что эти трясуны живут вон там и говорят на языках. Ты один из них». Он схватил железку, чтобы стукнуть его. Руфус сказал отцу, «Написано, не давайте святынемся». Он отверг последний призыв. «И они вышли?» «Я рассказывал об этом в Северной Вирджинии. Старожилы помнили сапожника, дату и время, когда это было. После этого он упал и умер. Бог давал ему возможность принять Христа, послав Руфуса для того, чтобы завести разговор о спасении. Мой отец Фред научился молиться. Итак, он начинал с молитвы «Отче наш». Он стоял на коленях. Он молился и умом, и духом. Часто, когда он молился на языках, Бог давал ему откровения. «Пожалуйста, поднимите руку, если вы крещены Духом Святым». Я расскажу вам об одной вещи. Библия говорит о необходимости истолковывать молитву на языках. Означает ли это молиться и потом объяснять смысл молитвы? Я приведу вам еще один пример. Вы когда-нибудь смолились, имея духовное бремя? Вы молитесь в Духе, и вы представляете себе какого-то человека. Вдруг посреди молитвы вы начинаете думать о чем-то другом. Это означает, что ваш Дух открывает вашему уму тему вашей молитвы. У вас так было? Хорошо. Многие говорят, что у них так было. А многие и не понимают таких вещей. Я молюсь об одном, и вдруг я начинаю думать о чем-то другом. Почему происходит такой резкий переход? Мне нужно продолжать с молитвом. Потом я понял, мой Дух объясняет моему разуму слова, произнесенные мной на иных языках в молитве. Есть моменты, когда ты погружаешься в молитву. После молитвы на языках я говорю с Богом или благодарю Бога. Откуда приходят такие слова? Я никогда не думал об этом. Мой Дух объясняет или истолковывает моему рассудку на моем родном языке все то, о чем я только что молился Господу на иных языках. Мы молимся на родном языке. А зачем молиться в Духе? В послании к кремлинам сказано, мы не знаем, о чем нам следует молиться. Дух просит за нас невыразимыми воздыханиями. Нередко мы не знаем, как молиться, когда кто-то болен или у него проблема. Вас просят молиться о переезде, но вы не знаете, как молиться. Надо ли молиться о переезде? Нужно ли выходить замуж за этого парня? Нужно ли молиться о свадьбе или о выборе другого спутника жизни? Мы не всегда знаем, как молиться. В ряде случаев, когда мы не знаем о том, как нам нужно молиться, мы не молимся вообще. Мы говорим, «Я помолюсь об этом позже». И суть в следующем. Господь Бог дал вам принципы молитвы в Библии. Просите, верьте в то, что вы получаете просимое, и благодарите Бога после того, как вы поверили. Когда Бог сказал Аврааму, что он станет отцом, то он воздал славу Богу до того, как сын еще родился. Он благодарил Бога еще до того, как Бог ответил ему. Впечатляющая молитва. Это когда ты молишься, имея духовное время. Молитесь об этом до тех пор, пока вы не ощутите в духе свободу от бремени. Когда вы ощутите свободу от духовного бремени, то поблагодарите Господа за ответ. Говори утром, «Благодарю тебя, Боже». У моего сына была серьезная зависимость, и многие из вас знают об этом. Восемь лет мы с женой стояли в вере перед Богом и не сдавались. Я помню день, когда Бог сказал мне, «Ты просил меня об этом все эти годы, благодари меня за ответ». Я благодарил Бога, а ответ пришел потом, немного позже. Есть духовные правила молитвы. Если мы последуем этому правилам, будем молиться во имя Иисуса, и с верой, и на основании Библии, и не сомневаться, то Бог обязательно даст нам ответ. Бог не всегда дает ответ тогда, когда мы хотим этого. И не так, как мы хотим. Но, пожалуйста, помните, Бог видит не только настоящее, но и будущее. Наш любящий Господь видит то, чего не видим мы. Он заботится о вас. Я прошу вас, хвалите Его. Слава Богу! Последний пророческий сборник Пэристоуна уже в продаже. Узнайте, какое будущее ждет Америку, исходя из исторических и библейских источников в книге Пэристоуна «Последний шифр» и «Возвращение Христа». Пэрри изучил и проанализировал важнейшие откровения и их значения. Он расшифровал 20 шифров и в том числе различные циклы и закономерности, основанные на древних пророчествах Писания. Вот названия некоторых глав. Расшифровка и понимание божественных загадок. Пророческие шифры двух городов, связь с Китаем. Цикл вирусов, как отзвук древних шифров Римской империи. Шифр третьего триместра. Родовые боли. Шифры Америки и их связь с древностью. Шифры Римской империи. Гибель совести и обличение в Америке. Шифры Помпеи и запретное слово «на и». Шифр казны. Американские границы не выдержали. Шифр будущего и образа зверя. 13 глава Откровений. Снятие шифра с метки зверя. Откровение 13. Интерпретация странных космических знаков. Шифр денег. Подсказка перед распадом империи. Перри также отвечает на вопросы, кто может избежать того, что грядет на земле. Он также раскроет предупредительный шифр от Святого Духа для Церкви. Вместе с книгой вы получите два CD-диска «Подготовка» и «Выживание в трудное время». Пришло ли время покидать большие города? Что можно сделать, чтобы подготовиться к грядущим катастрофам и к будущему разрушению? Новый пророческий сборник от Перри, в который входит книга «Последний шифр» и «Возвращение Христа», а также два CD-диска «Подготовка и выживание в трудные времена», теперь доступны при пожертвовании в 35 долларов или больше. Заходите на сайт или звоните по телефону, указанным на экране. Вы также можете отправить нам письмо по адресу, указанному на экране. Номер запроса предложения FS138. С нетерпением ждем ответа от вас. Перри Стоун приглашает вас присоединиться к его турам по Израилю весной 2021 года с 14 по 23 апреля. По желанию, можно будет посетить Петру в Иордании. Позвоните по телефону на экране или зайдите на сайт perrystone.org за всей информацией. Места ограничены. Звоните сегодня. Мы сейчас вернемся к нашему выпуску. Оставайтесь с нами. Я хотел указать вам на важность времени, в котором мы сегодня живем. Пророческий сезон. Нет сомнений, что мы живем в цикле пророчеств. История повторяется. Об этом моя новая книга. Я хочу поговорить с вами о последних загадках. Я провел небольшое исследование, и, насколько мне известно, никто не проповедует об этом в соцсетях или на телевидении. Я проводил историческое исследование и сделал несколько открытий, которые так поразили меня, что, когда я начал писать об этом книгу, я буквально не мог уснуть. Я бы хотел, чтобы вы приобрели эту книгу пророчеств. Мы попросили тех, кто знаком со множеством наших книг, дать рецензию и на эту, и они считают, что это собрание наиболее важных пророчеств, которыми Господь сопровождал наше 45-летнее служение. Надеюсь, вы ее приобретете. Мы также хотим известить вас, что 21-й год мы начнем с поездки в Моми, штат Огайо, в церковь к моему другу пастору Тони Скотту. У нас есть очень важное откровение, о котором мы там поделимся. Мы будем служить в субботу вечером, а затем все воскресенье. Надеемся, вы будете там. Мы также хотим напомнить вам, следите за нами в соцсетях. Кстати, о сетях. Мы живем в удивительное время. Давайте немного поразмыслим об этом, прежде чем вернуться к проповеди. Подумайте о том, что мы сегодня имеем возможность быть в одном месте, в студии, и через линзу, камеры, кабели, спутниковые тарелки, компьютеры. Мы можем достигать людей по всей Земле за считанные секунды. Происходит задержка всего в несколько секунд, если я проповедую отсюда, и меня показывают в другой стороне. Дух Святой проговорил ко мне, и я буду вновь и вновь делиться этим с вами. Это произошло задолго до коронавируса. Он проговорил ко мне однажды в тайной комнате, когда мы были еще в другом здании. Пробуждение придет через линзу камеры. Как такое возможно? Раньше нужно было лететь на самолете, плыть на корабле, готовиться к встрече, создавать рекламу, постеры, снимать зал, приглашать людей, снимать муниципальный зал или готовить место на улице, вести аппаратуру. А теперь, благодаря технологиям, у большинства людей сегодня есть телефон, соединение с интернетом, компьютер, и мы можем оставаться на одном месте и проповедовать Евангелие оттуда. Я хочу поделиться с вами своим планом. Я бы хотел обратиться к служителям и пасторам по всему миру, у которых мы еще не проповедовали. В Южной Африке, Индонезии, Индии мы хотим провести что-то, что повлечет за собой пробуждение о вашей стране, о вашем городе, о вашей церкви. Если вы установите большой экран, мы, будучи в Америке, окажемся у вас и будем проповедовать о вашей стране онлайн, будь то в помещении, на улице, на стадионе. Мы хотим организовать это, чтобы достигнуть как можно больше людей в оставшееся время. Раньше я садился в самолет, в автобус, ехал куда-то, но я понял, что этот способ устарел. Хочу, чтобы вы знали, что с Божьей помощью, с вашими молитвами и поддержкой мы сможем сделать много всего разного и нового и будем достигать людей. Через линзу камеры будут происходить чудеса. Люди будут спасаться и креститься Святым Духом. Из-за короны церковь не может проводить полноценное служение, поэтому люди привыкли наблюдать за событиями и проводить встречи по интернету, даже по телефону. Представьте себе, вот что мы сделаем. Сейчас мы вернемся к проповеди, записанной в Израиле, чтобы вы пропустили это послание через себя. Пусть Божье Слово продолжает вас наполнять.